Добрый вечер, дорогие друзья! Ее просто описать, она не имеет какой-то такой стержневой тематической опоры и в основном формировалась именно по принципу такому временному, то есть как произвели, как в сочинении, которые там отражены, как они создавались в таком приблизительном порядке, они и выберутся. Ну, с исключением деления на графы, там, стихи, поэмы. Есть еще такой, не знаю, шуточный, что ли, раздел, где всякие словесные фокусы и скородаворки есть. Книга посвящена памяти дорогих мне людей, моего деда Николая Александровича Бруни и отца Михаила Николаевича Бруни. Деда я никогда в жизни не видел, он умер раньше, чем я родился. Я потом расскажу о нем подробнее. А сейчас позвольте мне начать наш вечер со стихотворения, которое называется «Разговор с дождем». Окно мое открыто настежь, а за окном всю ночь поет, свистит ненастье и дождь и гром. Тетрадь разъяв, сквозняк стремится задуть свечу. Не бред, а ядь, мне снова снится, я вслух молчу. Горит камин, трещат поленья, мне шепчет дождь. Оставь другим сгореть в паренье, чего ты ждешь? Ты ищешь суть, и жребий лучший сквозь средь вечных смут. Обратный путь забудь заблудший, мечты умрут. Дитя невзгод, не исцелим ты. Зря столько лет искать исход из лабиринта, где входа нет. Ловить мечту и бренным телом идти под плеть, Чтоб не моту бумаги белой преодолеть. Ищи невысь и непобеды, ищи покой. Чем глубже мысль, тем горше беды твой рок такой. Сказал и смог. Лишь пот холодный упал на стих. И взвыв, как волк, тоскливо-злобно, вдруг ветер стих. Беру свечу и, жадно глядя на тусклый свет, Дождю шепчу в моей тетради слова в ответ. Мы все идем под звоны пенья, но вот куда? Сперва подъем, затем падение, и так всегда. В котле одном и накиплений, и соль труда Мы воду пьем, и жизнь, и тленье несет вода. Вспять не течет, но легким паром взлетает ввысь. Где бог, где черт, сомнением старым весь век томись. За годом год осанной тризни, бедой ума, Сквозь сон встает с болота жизни густой туман. Мечта неслась, кипела, пела, свела, звала, Но съела связь души и тела, седая мгла. Судьбой бликом, погряз в гордыне, молюсь греша. Сухим цветком в пустыне стынет моя душа. Следами строк бумагу раня, перо шуршит. Так от дорог усталый странник домой спешит. Больной зимой, весной ураней, сквозь мрак и бред, Бредет домой мой странный странник, а дома нет. Аплодисменты. Алексей Михайлович, вы безусловно талантливый человек. Все, к чему вы прикасаетесь, обретает свой определенный смысл. Глубина во всем. Музыка, стихи, фотография. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Сегодня мы поговорим о вашем творчестве. Поскольку презентуем книгу сборников стихов, передо мной бумаги «Белый лист». И вопрос на эту тему. Когда в вашу жизнь впервые пришли первые строки? Ну, если быть объективным и честным, то надо сказать, что это случилось когда-то очень давно, в раннем детстве, приблизительно мне было лет десять. И появились они из чистого азарства, эти первые строки. Я тогда писал какие-то пародии, эпиграмки на воспитателей интерната в ЦМШ, где я в это время жил, который находится, кстати говоря, неподалеку отсюда. Там я провел свои десять лет, начиная с девятилетнего до восемнадцатилетнего возраста. И вообще хочу сказать, что то, что мы сегодня с вами собрались здесь, для меня как-то символично. Потому что очень много мест для меня родных, близких и дорогих находятся совсем рядом. Это центральная музыкальная школа, где я учился. В Собиновском переулке, ныне Большой Кисловский. Интернат ЦМШ, где я жил. Это улица Семашка. Здесь, совсем рядом, на Большой Молчановке, жил мой педагог по специальности, у которого я учился в Сыншане Михаил Васильевич Курдюмов, который для меня был просто вторым отцом, который столько отдал мне души и сердца, и своих знаний, времени, которому я бесконечно благодарен. Здесь также, совсем недалеко, по другую сторону проспекта Калинина, в Никола-Песковском переулке, сохранился дом, где жила семья моего деда Николая Александровича, где отец был старшим ребенком. Этот дом сохранился при прокладке проспекта Калинина, последним с той стороны. Находится он совсем рядом с музеем Скрябина, наверняка многие из вас знают. Тоже для меня. Отец меня когда-то туда водил, когда я совсем еще маленький был, где-то девяти или десяти, как раз когда он привел меня в Москву. Так вот, музыка появилась в это время. Ну а к стихам я вернулся намного позже. Опять-таки из чувства, не знаю, озорства, протеста, где-то в 73-м, по-моему, году появились несколько стихотворений, малозначительных. Там, по-моему, главным образом стояла задача как-то поразить, написать что-то такое, что ни на что не было бы похоже. Ну а более-менее серьезно я начал писать с 80-го года. Ну и с тех пор, поскольку я это занятие не бросил, то, в общем, должен сказать, что это достаточно для меня важная область моей жизни. А вот стихотворение, которое Вы зачитали, «Разговор с дождем», как оно возникло? Что Вас вдохновило на создании? Ну, Вы знаете, я не могу сказать, чтобы было какое-то событие конкретное, которое бы меня подтолкнуло к написанию этого стихотворения. Конечно, было, наверное, просто желание высказаться, с одной стороны. С другой стороны, могу сказать, что определенные ассоциации с ним, может быть, у меня вызывают первая часть концерта Шостаковича. Мы обязательно послушаем. Гениальное произведение, которое я очень люблю и которое мне довелось играть. Когда-то была сделана запись в 93-м году с Российским национальным оркестром и под руководством Притнёва, где я исполнял скрипку. Давайте послушаем отрывок из первого концерта. Друзья, Вы как? Давайте. Давайте под Ваши аплодисменты отрывок из первой части концерта Шостаковича «Ноктюрный». «Ноктюрный» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Расскажите, пожалуйста, как появился Российский национальный оркестр, первоначально ведь называли его Российский национальный симфонический оркестр, который стал первым негосударственным симфоническим оркестром в постсоветский период. Российский национальный оркестр появился в 90-м году. Совсем недавно мы праздновали 30-летие. В зале Чайковского был юбилейный такой вечер, где я прочел, посвященный этому событию, стих, акростих. В первых буквах этого стихотворения было зашифровано 30-летие. Значит, должен сказать, что время было, конечно, очень тяжёлое, очень неустойчивое, непонятное. Что происходило, какие были тенденции, уловить было чрезвычайно трудно. Все привыкли к тому, что есть некий тотальный диктат, в частности, в области культуры, который мы унаследовали от советской эпохи. Но к 90-му году уже что-то сдвинулось с места, ситуация несколько изменилась. Вот я прекрасно помню, как мы с Михаилом Исичем Плетнёвым ходили к министру культуры и беседовали на эту тему. В принципе, должен вам сказать со всей откровенностью, что предприятие это было, что называется, обречённое на неудачу. Настолько всё было зыбко, нестабильно и непонятно, а такое предприятие, как симфонический оркестр, требует слишком многого одновременно. Это и очень серьёзная, очень солидная материальная база, это необходимость обеспечить контингент самого высокого уровня профессионального. Это и репетиционная база, и инструменты, и ноты, и фраки, и многое другое. Но самое главное, что было, это был огромный талант Плетнёва, огромный, несравненный, я бы сказал, талант, который проявлялся во всём, к чему он прикасался в музыке. И вот это обстоятельство, наличие вот такой мощной фигуры, которая бы руководила всем этим процессом, наверное, в конце концов и позволило кораблю в Бурном море, кораблю, так сказать, оркестра, выплыть. Начиналось всё там очень тяжело, если рассказывать в подробностях вообще, это скорее надо мемуары писать. Слишком там много было каких-то интересных, красочных событий, которые бы заслуживали того, чтобы об этом упомянуть. Но, невзирая ни на что, оркестр всё-таки состоялся, вышел на широкую дорогу, завоевал очень почётное место в мире, проложил себе путь к сердцам слушателей. Оркестр сделал также колоссальное количество записей. Я даже не берусь сейчас сказать точно, но что-то около 70 дисков было выучено за это время. Мы получили многие международные премии. Ну, слава Богу, что это состоялось. И, в общем-то, вопреки. Я, когда получил приглашение от Литмёва, приглашение и полномочия по формированию струнных групп, я, в общем, где-то внутри был почти уверен, что ничего у нас не получится. Слишком много сложностей, слишком много врагов, кстати говоря. В результате нашего похода мы получили министра в качестве врага. Крупнейшие дирижёры всех московских оркестров тоже ополчились против нас. И было, в общем, сделано всё, чтобы не дать нам поднять голову. Тем не менее, всё состоялось, срослось и выживало. Аплодисменты, друзья! К сожалению, сегодняшняя встреча, она немного ограничена по времени, потому что у нас магазин до 10 работает. Хочется всё охватить, всего много, и хочется стихи послушать. И вот фотографии ещё тоже, о них поговорить, и музыку. Вот следующий вопрос, который я бы хотела задать немножечко, можно я буду так это пустить по сценарию, чтобы мы всё успели, то, что мы запланировали. Давайте расскажем зрителям, как вообще появилась в вашей жизни музыка, благодаря кому в сердце зародилась глубочайшая любовь к ней. Это случилось, конечно же, благодаря моему отцу Михаилу Николаевичу. Он с детства, с самых ранних лет, любил музыку, наверное, более всего. Но так сложилась судьба, что он не смог заниматься. Всё было абсолютно против. Он начинал в подростковом возрасте учиться, когда случился арест его отца, моего деда Николая Александровича. И как раз вот с этой квартиры, где они жили, вот тут, в Николопесковском переулке, их выгнали на улицу. Надо было уезжать. Надо было уезжать за 100-километровую зону. Семьи. А деда проводили в следственное отделение. Начались допросы. Всё это страшно. Кстати говоря, вот концерт, первую часть концерта мы с вами служили в Жестаковиче, он написан в 48-м году. А этот концерт, знаете, он тоже был ведь арестован практически. Острах его выучил. Готовилась премьера. Но пришлось эту премьеру снять. Мы боялись исполнять. После этого знаменитого статьи «В правде» в 48-м году и после событий, которые оставили страшный отпечаток на лице культурной эпохи вообще того времени. И он был исполнен только в 55-м году, через два года после смерти Сталина. Семь лет к нему боялись прикасаться. Такова же судьба была и 4-й симфонии Жестаковича. И вот под эту же раздачу попал мой дед. Я несколько слов о нем скажу. Был человек невероятного совершенно масштаба. Невероятного. Даже трудно себе представить, что в 20-м веке могли быть люди такого галибра. А тут надо мерить с людьми эпохи Возрождения. Потому что он брался за все и умел все, и осваивал все, и добивался поразительных результатов. Я коротко опишу, чем он в жизни занимался. Это стоит того, поверьте мне. Он окончил Тенишевское училище. Родился он в один год с Прокопьевым в 1891 году. Окончил Тенишевское училище. Был участником первого цеха поэтов. Дружил с Гумилевым, Мандельштаном, Рюриком Ивниным. Тогда уже начал писать стихи. Публиковал их в журнале в частности, в новом журнале для всех, Гипербореи и других. Он писал прозу. Сохранилось несколько рассказов. И не сохранился роман, который был компескован военный арест. Он был санитаром во время Первой мировой войны, куда ушел добровольцем. Почти год он был санитаром на передовой. Повидал все ужасы войны. И в самой такой, в общем, страшной точке, где людские страдания были наиболее наглядны. После этого он окончил летное училище в Севастополе, стал авиатором, одним из первых авиаторов. Участвовал в боях, также в испытательных полетах. Получил три георгиевских креста, то есть был полный георгиевский кавалер. Потерпел тягчайшую катастрофу. И вообще надо сказать, что тот батальон авиационный, где он служил, первый батальон, за время своего существования представьте себе на 400% был уничтожен. 400%, то есть 4 раза весь состав полностью погибал. Количество аварий было очень большое. Самолеты были несовершенные, деревянные. Приборов навигационных не было. Так что погибали практически все. Это были люди, конечно, герои. Наверное, можно их значение приравнять, знаете, к чему? Космонавтам советской эпохи уже в начале 60-х годов. Они тоже были первопроходцами, и такая же огромная степень риска была. С той разницей, что космонавты не воевали, а эти летчики воевали. После того, как он отвалялся в госпиталях более года, он тяжелейшим образом, не так, надо сказать, он разбился, поломал 9 ребер, руки и ноги, пальцы, черепно-мозговая травма. И от смерти его спас нательный крест, подали на его матерью. Звучит мистически, но это правда. Литой большой нательный крест, который он носил. При падении в него попала рулевая колонка. Его бы просто проткнуло насквозь, но крест прогнулся, выгнулся, и у него все-таки была большая площадь, чем острая рулевая колонка. И он таким образом вышел. После этого он стал священником. И 9 лет почти был священником. Представьте, какие перепады. Я не буду вдаваться в подробности. Знал все основные европейские языки плюс эсперанто. Был переводчиком. После 9 лет священнослужения, кстати говоря, он служил вот в этой церкви Никола на Песках, здесь совсем рядом. Он читал знаменитую панихиду по Блоку, которую начался не с канонических слов, а началось с чтения стихов Блока, за что у него случились очень большие неприятности. с церковным руководством, приведший, в конце концов, к тому, что он ушел из церкви. Его четырежды переводили, переводили, потому что церкви советская власть закрывала, имущество конфисковывали. Какое, может быть, время хуже, чем 19-е, 20-е, 21-е годы для священнослужения. Трудно себе представить. Кроме того, он был авиаинженером. Он работал в МАИ и в ЦАГе и принимал участие в создании кинематической схемы перекоса несущего винта вертолета. Правда, после ареста все, что он делал, опять же, пропало, где-то сгинуло. Но тем не менее. Он был, кстати, еще и членом первой петербургской футбольной команды. Он также блестяще рисовал. Сохранилось два его автопортрета. Сделанные в лагерных условиях зеркало углем на картонке. Он был скульптором. Вот, если я ничего особенного не забыл, посмотрите, какой невероятный масштаб деятельности. Кроме того, он еще делал игрушки, он сделал детский городок для жителей Чебью, это поселок, где он находился в заключении. В общем, человек совершенно невероятный и поразительный. Вот, хочу сказать, что не так давно, приблизительно полгода назад, вышла книга его стихов, которую я очень надеюсь когда-нибудь представить здесь, поговорить об этом, рассказать все более подробно, почитать эти стихи и надеюсь, что они будут продаваться тоже. так, я, наверное, очень далеко уже уехал, да? Хочется, знаете, вот, про вашего отца услышать стихотворение, вы мне говорили, что вообще вся книга посвящена отцу, есть стихотворение? Есть. Давайте послушаем его. Знаете, отец мой тоже был очень интересным, незаурядным человеком, его судьба складывалась совсем по-другому. Он был сыном врага народа, с 15 лет он остался уже практически главой семьи, поскольку была больная больная и дворянского воспитания мать, очень плохо приспособленная к жизни. и пять младших сестер, мало-мало-меньше. И поэтому вместо того, чтобы учиться играть на скрипке, он ушел работать на завод уже 15 лет. Вся дальнейшая судьба складывалась таким образом, что к скрипке он уже не мог профессионально прикасаться. Только как любитель он продолжал еще играть до сколько мук. Но в конце концов он эту свою любовь передал мне. Меня он в шестилетнем возрасте привез сюда. Кстати, я хочу сказать, что скрипка мне была куплена, когда еще меня не было на свете. Уже заранее маленькая скрипочка меня ждала, когда я появлюсь. Поэтому у меня, что называется, не было выбора. и просто большое счастье, что музыку я тоже как-то прошел с любовью и это стало делом моей жизни. Не было отторжения, потому что чаще всего, когда не только детей, когда взрослых заставляют что-нибудь делать, то делать этого совсем не хочется. Все хорошо только по собственной инициативе, по по внутреннему желанию. Вот отец был очень прямым, принципиальным, очень честным человеком. я не знаю, надо ли рассказывать, подробно характеризовать его характер. Может быть, если я прочту стихотворение, его образ в какой-то степени будет яснее. Хочу сказать, что он был невероятный труженик, просто невероятный. я никогда в жизни его не видел отдыхающим. Он никогда не сидел, он никогда не болтал, он никогда не занимался чепухой. Единственное, ради чего он прекращал какие-то свои дела, чтобы послушать музыку. То есть я даже начинал еще, особенно не умею ничего, начинал заниматься, он приходил, садился на диван и слушал, как я играю. и потом мне как-то, знаете, что сказал? Если бы у тебя был хотя бы один процент того желания, которое есть у меня играть на скрипке, то ты будешь замечательным скрипачем. И вы знаете, моя профессиональная жизнь, конечно, была связана с тем, что я с очень многими музыкантами встречался, очень многих людей видел, самых разных. Но человека, который вот настолько вылюбил горячо музыку, пожалуй, я такого второго не встречал. Сейчас позвольте, я прочитаю. Может быть, еще два слова написано? написано в 99-м году, но, вы знаете, впечатление, это я все время с собой носил. Отец мой погиб в 75-м, когда мне было 20 лет, и в этот момент я впервые был за границей в Югославии, там был очень значительный для меня концерт, значительное выступление, я играл в концерт сибириусы с оркестром. Это было 9 апреля, и вы знаете, что паразитно, афиша моего концерта, именно 9 апреля, была оформлена в траурных тонах. Бывает же такое. Сейчас, позвольте, я прочту. Я далеко, а час его пробил, примчаясь обратно телеграфным следом, успел понять, как я его любил, но не успел сказать ему об этом. Я небо о немыслимом просил под спудом невозвратности коснее, и все же поверить было свыше сил, что жизнь мне даши сам расстался с нею, что беспокойный он обрел покой, что непоседа замер, как скульптура, что он своей ласковой рукой мне больше не потреб лет шевелил. встречая эту черную зарю и отогреть отцу стараясь руки, я также понял, что благодарю, благодарю сквозь расставание муки судьбу за то, что я родился в доме единственном средь тысячи других, что здесь я ощутил скрипичный гриф, что трепетно мечту отца ведомы, и ту мечту с моей соединяя погрузился в мир волшебных звуков, хоть это вскоре обрекло меня на нестерпимо долгую разлуку. Разлука стала болью и тоской, тоска спасла от пошлости и прозы, я прятал от бестактности людской постыдные мальчишеские слезы. Я рос вдали, но радость наших встреч была такой глубокой и богатой, а на ковре висел мой детский меч, его руками сделанный когда-то. Не в силах передать мой скудный слог, как взгляд его от музыки лучился. Он все, он все на свете делать мог и только отдыхать не научился. Бывало, он работал в мастерской, а я сквозь дверь любил смотреть снаружи, как полетал из-под рубанка рой веселых и кудрявых жестких стружек. Он делал окна, мебель, печь и клал, домов десяток топором поставил. Он покорить мечтал девятый вал и тяготился сетью глупых правил. Сидеть и ждать не в мочи не в терпеж был лег как на подъем и скор на сборы. Он презирал две вещи лень и ложь и не любил пустые разговоры. Преодолевший тысячи дорог он все искал во тьме свою дорогу. Он стольким людям на веку помог, что до поры понадобился Богу. С ним не вязался гробок красный шелк, почтенная традиция столетий. Весь город хоронить его пришел, и плакали мужчины, будто дети. как там в блаженном том краю, где нет труда, где хлеб никто не сеет. Бездерьем он не мается в раю и непременно что-нибудь затеет. Он, знаю, верю, в пику всем смертям, с того на этот свет дорогу строит. И если с ним не свидимся мы там, тогда ни жить, ни умирать не стоит. Вы мне тогда в личной беседе рассказывали про то, как в детстве, в юношеские годы вы здесь видели, как строился как раз Московский дом книги. Ну, когда вот здесь вот, я помню, вы рассказали, что как строительный материал, на тележке, что ли, вы катались с другом. И ведь тогда было написано стихотворение про Москву. Вот об этом можно немножечко рассказать? Сейчас пока у нас занимаются поисками видео. И вот есть такое воспоминание моей памяти. Где-то в 10-летнем приблизительном возрасте я со своим другом киприотом, пианистом Николасом Экономом очень талантливый парень был, очень талантливый. сделал потом блестящую карьеру. мы прибегали сюда, когда прогладывался проспект Калины, шло строительство всех этих зданий, в том числе и Дома книги. и мы здесь на строительной площадке по выходным приходили кататься. Кататься на строительных тележках и друг друга возили. И лазили по лесам, там, забирались на этажи. Действительно такое было. А стихотворение там в Москве написано в 80-м году. Это одно из моих самых первых. Собственно, его я хотел прочесть, потому что в нем упоминается вот эта церковь, которая здесь совсем рядом. это Ромаза Бетхор это на мажор. Мы можем это немножко послушать. Ромаза Бетхор Ромаза Бетхор Ромаза Бетхор Ромаза Бетхор Ромаза Бетхор Играет музыка Играет музыка Играет музыка Все желают жить в Москве, в Москве во что бы то ни стало. Пусть спекулирует жена, любовник, вор. Идея главная важна, детали вздор. В церквушке небоскреб сосед. Плевать нам на единство стиля. Мы смяли весь культурный цвет и хамство серое взрастили. В святую руку ржавый гвоздь. Бассейну, вы меня простители, иного места не нашлось, как на костях Христа Спасителя. Нас обновление не спасет на всем тавро. Все суета-сует и все, как мир в стороне. Да, церкви старые и грубы, наш вкус. Изыскан, смелый, тонок. Ах, как нам нравятся кубы из стекол стали и бетона. Убит голодный смерть и страх. Сюда консервы, соли, спички везут в товарных поездах, чтобы вывозить на электричках. Прилавок, очереди спрут. Визгливый лай. За кем? Почем? Что там дают? Бери, хватай. А заливает спешки зуд. Тугим узлом судьбы кривая. Вздавив, работать нас везут. Метро, троллейбусы, трамваи. В реке набух свинцовый лед. Сто дней до отпуска осталось. С работы человек идет. В глазах бездушье и усталость. Спросить, приставить в горло нож, про жизнь в цепь. Зачем? Ты все и так прочтешь в его лице. Неладно скроен. Крепко сшит кафтан, что носит современник. С утра до вечера кишит людской гигантский муравейник. Привет, пока. Ну как дела? А боль души несовременна. Закосим крепче у дела. Привычка счастью и замена. Над всеми тяжкий груз идей в пыли листва. И задыхаясь от людей, гудит Москва. Браво. В это степень не вошло. Ну к следующему могу включить. Будем ждать. Вы не только замечательные, потрясающие музыканты поэты. У вас еще и прекрасные фотоработы, которые мы видели в начале, пока гости собирались. На экраны мы выводили фотографии, которые мы тогда с вами перекачали на флешку. Когда вообще в вашей жизни появились фотографии? Очень давно. Я думаю, где-то в середине 70-х годов я начал фотографировать. Ну так, занимался этим очень эпизодически, я бы сказал. А потом, во время моих бесконечных странствий, стал снимать больше, поскольку видел очень много интересного. Поначалу я, помню, я снимал на пленку Орвоколор, на простейшем аппарате смены символ. Ну и тогда это было тоже относительно неплохо. Дальше уже появились цифровые снимки. Потом я научился обрабатывать их на компьютере, делать компьютерные рисунки. И сейчас в Черемушках есть выставка моя из 20 работ. Как раз там представлены и фотографии, и компьютерная графика. Сейчас появятся вновь фотографии на экране, вы сможете еще раз посмотреть на них. Мы говорили про юношеские ваши годы, и ведь музыка, которой вы увлекались, это Паганини. Давайте послушаем, с вашего позволения. Паганини, пожалуйста. Перпетум мобили для мажор. Погромче можно. Погромче. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Нива вины, дева юная, но В неводе ада, двое, одно Уединенье, увы, не дано Воды на яды, на дно И с такими же условиями еще одно четверостишье На пятистишье Новью одену я и виденье, дивной идее дав вид вину Одой обиде, выдаю денье, адово-едово-нововведенье Довод неведенье выдвину Это трудно Но следующая графа Это Д плюс В, только две согласны Деву удиви Удивя, уведи Ова-доведя, воду-веди Еще одно с такими же условиями Яд и еда Яд и вода Яд и вода Ева и Ида Вдовы Давида Ну а вот скороговорки У меня они Частично рифмованы, частично нет И слетает Если мыслишь лица На лице Царит бессмыслица Лера верила Валере И Валера верил Вере Горда угрюма и горбата Каркаса старого арбата Фельдфебель Филипп Втер франту Федя блеф Ведь сифилис Липа Портиль Фельдфебеля Федя не влип Офелия Фея А профиль Филиппа Влифи Офелия Вдруг негра Бенгру Не друг Друг Бенгра Негру Друг Сам не могу сказать Щеку чешу Сучучи Сучучу Щеку чешу Сучучи Сучучу Леща Щучку чешу Я Колючий щучучий Чешу Я В парке рыбак В бараке батрак В кончину Отчима Почину Отчина Лицо В рубцах Губы Букрах Ёршик Соршин Сверчок Свершок Может быть Это самое лучшее Так Мне кажется Вмашка Сашка Рюмашку Замашку Выдра Подруга Бобра И подра И добра Спина Спириной Спаяна От аспирина И спарина Рыжий Жирный Жеребец Жрал И ржал Жеребец Как Жеребец Жеребца Как бес Раздражал Жеребца Как жертву Жрец Под кинжал Вот такие Браво АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей Михайлович Чтобы мы успели подписать книг Которую сегодня все-таки Хочется Чтобы Наши Зрители Слушатели Ушли С вашим автографом У нас Время К сожалению Потому что 10 часов Магазин закрывается Ограничено Есть еще Минут 10 Чем бы вы Хотели завершить Сегодняшний Творческий вечер Если можно Сделаем так Сейчас я Прошу дать Две Музыкальные Да Два музыкальных фрагмента Там С планшета Давайте Это Немножко Другая Сфера деятельности Тут Простите Это мои сочинения Которые Я Оформил В программе Они Исполняются Электронным образом Поэтому Прошу Не судить Что это Неживое Исполнение Но зато В очень разных Жанрах Одна пьеса Для органа Называется Сицилиана А другая Пьеса В легком жанре Называется Пятерок Извините Россия Это с фотографией Ой господи Сейчас Да Похоже Наверное Сиена Скорее всего Спасибо Интересное Необычное Такое Видение Внимание Музыка 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 Артём, всё. Паплодисменты. Алексей Михайлович, я тут. Будем слушать ещё одну пьеску? Артём, пожалуйста. Немножко в другом жанре. Ветерок, да. На самом деле, эта песня, она даже со словами. Но здесь, на инструментарном сложении. Нашли? Субтитры подогнал «Симон»! 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 Это у меня, как сказать, грех на совести. Я когда-то вот начинал писать пьесу, но так ее и не закончил. Надеюсь, что еще все-таки найду в себе силы и возможности для того, чтобы это сделать. Ну, позволь, вот из этой незаконченной пьесы вам пару небольших фрагментов. Значит, фабула, если вы наверняка знаете и слышали эту легендарную историю о том, что якобы на папском престоле некогда была женщина в течение одного года. Вот и кончилось это все тем, что она во время процессии родила ребенка на глазах у изумленной толпы, ее растерзали. Вот этот сюжет собирался использовать Александр Сергеевич Пушкин. У него есть наброски. Нет ни одного слова, правда, вот непосредственно. То есть он не начал сам текст писать, но, взято в случае, комментарии, намерения, общий план у него есть, кстати, на французском языке. Значит, я вам позволю себе за честь пару фрагментов диалоги. Значит, действующие лица в этой сцене. Шут, придворный папский, и папа Иоанн. Знаете, что я, когда буду поднимать руку, это будет значить, что говорит папа. Когда не буду этого делать, то значит, что говорит шут. Шут, чтобы не давать к фразам обязательно эти комментарии принадлежности, кому эти слова, собственно, принадлежат. Хорошо? Шут. Значит, сказал, что это диалог о смерти. Шут. Смерть вовсе не страшна, и человека страшит другое – ожидание смерти. Мне помнится, один великий грек сказал с благоподобной улыбкой, «Что значит смерть, коль я еще живой? А смерть придет, меня уже не будет». Ты столь легко об этом говоришь, столь мало ценишь жизнь, столь мало ценишь жизнь, как будто с нею ты весело, без тени пожалений расстался. Я же в том легко могу помочь тебе. С моею? Шутовской? Нет, шуточной. Нет, все-таки, пожалуй, не шуточную жизнь. Я сейчас расстаться не готов еще по ряду весомых основательных причин. Возьмем хотя бы то одно, что я наследника себе не обеспечил. А прежде того, подобные угрозы настолько часто слышу от тебя, что я всегда вешу на волоске. Коль долго повесишь, так привыкаешь. Насклонишь лет, менять привычки трудно. А привыкаешь, так перестаешь серьезно относиться. Смерть особо серьезная. И я бы не хотел своей несерьезностью обидеть почтенную старушку. Ну и плут от петли. Я смотрю тебя в тупик, вопросом не поставишь. Так ответ мне, зачем живем мы? Чтобы умереть. Я не могу такой припомнить случай, чтобы кто-то этой участи избегал. Но почему-то, несмотря на то, что сей исход заранее известен, все суетятся, лгут по мелочам и выгоды сиюминутные ищут. А ты всего достиг. Тебе к чему стремиться? Над вершиной нет вершины. Хоть выше Папы нету никого, но ради справедливости обмолвлюсь, что жизнь первосвященника совсем не так достойна зависти, как это могло бы показаться. Шут. В самом деле, епископ Пармский с мнением таким едва ли согласился. Впрочем, бог с ним. Вот я не позавидую тебе. И то, что доля это не завидно, весьма нетрудно доказать. Во-первых, тиара давит тяжелее надгробья. Кто властью такую облечен, тому не пред людьми, а перед Богом держать ответ не только за себя, но и за всех. Иоанн. А что же во-вторых? А во-вторых, скажи-ка мне, приятно ли молиться за погрязший в блуде мир, в почетном окружении особ, с искусно скрытым нетерпением ждущих, когда ж ты, наконец, почиешь в возе? Ты правда убедительней. Что в-третьих? Желательно бы было объяснить, как получилось то, что Вера, Кои, ты пастырем верховным наречен, гонимая когда-то беспощадно, та самая, на знамени которой начертана, как будто не убей, как только укрепилась, начала огнем, мечом и кровью обращать в свое душеспасительное лоно народы сопредельные. В-четвертых, я также от противного могу доказывать, ничтожным ничто или почти ничто не угрожает. Потеря жизни ради пустяки. Другое дело ты, владыка мира. В момент кончины, что произойдет, надеюсь, по естественным причинам, лишишься сана, власти и богатства, которые исчислить невозможно. Илья, не прав? Мне кажется, что ты ничтожностью своей зря кичишься. Возможно, это так. Однако все же, при всем моем глубоком уважении, переходящем в истинный восторг, за гранью богомерзкого сомнения, уведомить своим, считаю, долгом о мелком обстоятельстве одном. Хотя ты на земле наместник бога, однако так же смертен, как и все великие и малые людишки. Да, мне немного жалко, чтоб тебе, философ, умер так и не родившись. И будет человечество брести в своею безысходную дорогу, толпой незрячей, без поводыя, и, вероятно, бог все не узнает, какой невосполнимую потерей бог всемогущий наказал его, оставив в неизвестности твои великие таланты и познания, ученость глубочайшую и мудрость. Весьма мне лестно, что хотя бы ты ценить умеешь то, что от других, увы, сокрыто. К слову лишь замечу, сии понятия, мудрость и ученость отнюдь неравнозначны, и частенько те качества пред нами предстают в различных сочетаниях и формах. Хотя бы в окружении твоем имеется, по-моему, в избытке, а слов ученых, не очень премудрых, и дутых мудрецов. Ну ладно, хватит, сейчас пойди кого-нибудь, епископа Болотского. Кто это? Ах, как я мог забыть, ведь он тот самый вместительный дырявый бурдючок, что для вина и пищи предназначен. Но каковой напомнить невозможно. Браво! 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 Спасибо.